Стрельба на планете, ребята. В воскресенье утром стреляли ребята не только вот здесь, на планете, но и вон там, на Молоково и даже на Шахтеров. После видели их на Октябрьском мосту. Сколько это погони со стрельбой продолжалось, непонятно. Понятно только, что это были семь человек, конфликт на некой бытовой почве. Такую формулировку сегодня дают сотрудники полиции. Кстати, им ни один из свидетелей продолжительной утренней погони и перестрелки так и не позвонил. Сообщили уже медики, помощь которых понадобилась двоим молодым людям из белого внедорожника. Одному из-за аварии во время погони «Лексус» повредил колесо, другого все же зацепила пуля. Ранение несерьезное, вопрос о возбуждении уголовного дела решается. Менее продолжительной, но не менее массовой была другая перестрелка. Минимум пять человек на дорогих машинах у торгового центра «Июнь» против двоих, которые ждали там такси. Мало чего, помню, подъехали, выскочили, стреляли, уронили, порезали, все. Я проснулся, проснулся, очнулся, лужи крови, все. Друг мой, Костя, подошел ко мне, с головой пробитый. Остальное все только на камерах узнал, увидел. Костя, да, это тот человек, который сейчас в реанимации. В каком он состоянии? Тяжелым, очень тяжелым. Выстрел сзади в голове и много ударов рукоятки и пистолетов. Уголовное дело заведено по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Задержан один человек, 90-го года рождения. Является ли он уроженцем Красноярска, не уточняется. Ну да, он сотрудничает со следствием, он раскаивается в совершенном преступлении. Но, тем не менее, тяжесть, вреда не позволяет пока говорить о том, что он будет на свободе. А как он объясняет то, что произошло, зачем он так сделал по акрессии? Внезапно возникшими личными неприязненными отношениями, ничего более. В интересах следствия и помощь очевидцев. Их просят обращаться по телефону 2-490-242 или 02. Подробностей нет еще по одному ЧП. Это уже убийство пожилой супружеской пары. Пенсионеров нашли в их же подъезде, на лестничной площадке в эту субботу. Убиты средь бела дня. Соседи ничего не слышали. Ничего. У меня пятый этаж, и я не слышала. Вот совершенно телевизор работал, ничего не слышала. Такие доброжелательные старики и дети тоже. Как бережно к ним относились. Ну вот, очень жаль. Они одни жили? Они жили одни, но дети в городе. Дети приезжали, постоянно помогали. Рядом с событиями уголовными эксперты ставят, казалось бы, инцидент административный. Двое на проезжей части, на улице Глинки. Авария и драка. Но это и есть маркер уровня агрессии, говорят психологи. И добавляют сейчас количество факторов, которые росту агрессии способствует, слишком много. От состояния экономики и государственной, семейной, до состояния погоды. Безусловно, накапливается напряжение, дальше его будет больше. Ну, это такая печальная вещь, но это так. Чем больше происходит вокруг событий, причем событий таких неприятных, иногда опасных, в которые мы тоже можем попасть. Безусловно, все способствует и действует в первую очередь на людей, которые более эмоционально неустойчивые. И число таких, кажется, растет. Только за последний месяц столько перестрелок на оживленных улицах города было уже три. Впервые это закончилось тяжелыми увечьями и реанимацией. Екатерина Кашурчик, Виктория Лопатайте, Николай Читиковский, Березовки, Новосибирка.